Всем привет любители украинского футбола! За последние дни появилось много интересных новостей и есть что обсудить. Поэтому в этом видео я расскажу о скандале в первой лиге и чем все закончилось, новом нападающем Динамо, какой тренер хочет купить Романа Еремчука и многое другое. Друзья, а перед началом видео я хочу напомнить, что у меня также есть телеграм-канал, в котором я публикую новости, которые не попадают в ролики на ютюб, поэтому предлагаю вам подписаться. Ссылку я оставлю в закрепленном комментарии. Казалось бы, обычный матч первого тура в первой лиге с немного повышенным интересом за счет возвращения Металиста, однако все переросло в нечто страшное. Альянс, против которого и играл Металист, снимается с чемпионата и закрывает все проекты. Об этом уже заявил президент клуба Сергей Гемченко. Мы позавчера пришли к выводу, что клуб снимется с чемпионата. Причина не только в том, что случилось в матче с Металистом. Система, в котором живет наш футбол, бесперспективная. Одной рукой мы что-то развиваем, второй убиваем. Поэтому мы приняли решение закрыть все свои футбольные проекты. Полностью уходим из футбола. От себя добавлю, что этот якобы скандальный матч, возможно, стал для них удобным моментом для снятия с турнира. Не исключено, что есть проблемы с финансами и со стадионом, ведь юбилейный этой зимой перешел во владение другого человека, а именно президента футбольного клуба Виктория. Также эту информацию подтвердил и президент ПФЛ Александр Каденко. После отказа Альянса от участия в первой лиге, в нем продолжат борьбу 15 команд. Заменить Альянс клубом второй лиги уже поздно, поскольку турнир уже стартовал. Похоже, что сага с переходом Владислава Супряги в зарубежный клуб подходит к концу. По крайней мере, так сообщает итальянский журналист. Никола Скира в своем твиттер-аккаунте сообщил, что в ближайшее время Супряга перейдет в Дженуа. Также Скира сделал ссылку на свой прошлый пост в твиттере, где сообщал, что Влад подпишет полноценный контракт с генуэзцами, а соглашение будет подписано до 2026 года. Отмечу, что в СМИ сумма трансфера колеблется от 10 до 15 миллионов евро. Кстати, напишите в комментариях, если же все-таки состоится этот трансфер, то будет ли Динамо покупать кого-то за эти деньги? В то же время киевская Динамо подписала контракт с лучшим бомбардером УПЛ прошлого сезона Владиславом Кулачем. Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на один год. Напомню, что бывший игрок Ворсклы после окончания контракта отправился с Динамо на тренировочные сборы, где часто появлялся в товарищеских поединках. Сообщается, что Уческу рассматривает его не только как форварда, но и как фингера и конкуренцию для Виктора Цыганкова. В прошлом сезоне, выступая за Ворсклу, Кулач стал лучшим бомбардером УПЛ, забив 15 мячей. Также официальный сайт Динамо объявил, что отправляют в аренду в Днепр-1 Владислава Дубенчака. В минувшем сезоне Владислав также выступал за Днепр-1 на правах аренды. В его активе 25 матчей во всех турнирах за Днепровскую команду. А вот сага с переходом Романа Римчука все еще в разгаре. Теперь его связывают с переходом в Римскую Рому. Об этом сообщает Футбол Крант со ссылкой на Легазета Делоспорт. По информации источника в услугах 25-летнего форварда сборной Украины заинтересована Рома, где кандидатуру украинца предложил наставник Волков Жозе Мауриньо, которому не удалось заполучить Сердара Азмуна. Ранее сообщалось, что Еремчук уже согласовал контракт с Бенфикой, однако клубы не могут договориться о сумме трансфера. Бельгийский клуб настаивает на 25 миллионов евро. Андрей Ярмоленко все еще может вернуться в киевское Динамо. Об этом сообщает несколько источников. Издание Кальчо Мерката Твентифо и журналист Педро Алмейдо считают, что возвращение игрока Весткома вполне реально. Правда, источники, близкие к Динамо, не раз заявляли, что такой трансфер маловероятен, так как высокая зарплата Андрея может повлечь за собой разлад в команде. Но, с другой стороны, если продадут супрягу и, зная Суркиса, как он любит возвращать легенд домой, то все возможно. Напомню, что контракт Ярмоленко с молотобойцами истекает летом 2022 года, однако тренер команды не рассчитывает на Андрея. Донецкий шахтер пообещал Де Дзербе не продавать Монора Соломона в течение этого сезона. Об этом сообщают итальянские СМИ. Издание «Карьеры Делоспорт» пишет, что руководство Горняков дало обещание Роберто Де Дзербе сохранить израильтянина минимум до лета 2022 года. Ведь за Монором охотятся немало клубов из Италии и Англии и уже готовы предложить хорошую сумму. В прошлом сезоне Соломон принял участие в 35 матчах, в которых забил 11 голов и отдал 1 ассист. Андрей Лунин, скорее всего, останется в Реале и не будет отправляться в аренду в предстоящем сезоне. Карло Анчелотти, который возглавил сливочных в начале лета, рассчитывает на украинского голкипера. Причем, как сообщает испанское издание «Дефенса Централ», ему будет предоставлено больше времени, чем в прошлом сезоне, когда он сыграл лишь однажды в кубковом матче. Отмечается, что Карло Анчелотти видит в нем больше потенциала, нежели в Тиба Куртуа. На этом пока все. Не забывайте оставлять свои комментарии, ставить лайки и подписываться на мой канал. До встречи в новом видео!